Всем-всем-всем привет! Сегодня будет обзор на нашу ванную комнату. Я скажу сразу, что в нашей ванной сделано еще не все. И что мы планируем в ней доделать, я вам обязательно уже покажу по ходу нашего видео. Также я вам хочу сразу сказать, потому что у вас возникает много вопросов, в принципе, ванную комнату, да и весь наш ремонт нам делала дизайнер Ирина. Также ссылку на наш ремонт, который был сделан, я оставлю ниже. Если вам интересно, то итоговый ремонт вы можете посмотреть по ссылке в комментариях. Также я оставлю ссылку на магазин сантехники, где мы заказывали всю нашу сантехнику, потому что у вас, в принципе, возникает всегда много вопросов, где что мы покупали. И, естественно, вас интересуют цены. Поэтому я вам оставлю еще ссылочку на магазин сантехники. Там действительно очень приемливые цены. Мы брали нашу всю сантехнику и мы были приятно удивлены итоговой ценой нашей сантехники. Также там отличный выбор. Не все есть на сайте и в каталоге. Лучше, конечно, все уточнять в магазине. Поэтому видеообзор на магазин, когда мы покупали зеркало, я решила для вас его заснять. Он будет также ниже в видео. Если вас интересуют какие-то вопросы, задавайте. Вы знаете, что я на все вопросы отвечаю. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень сильно приятно. А теперь, я думаю, погнали смотреть обзор на нашу ванную комнату, которая у нас в процессе того, что мы ее закончим. Продолжение следует... Итак, заходим с вами в нашу ванную комнату. Вот так у нас здесь это все выглядит. Я вам сразу буду говорить, что мы еще собираемся доделывать, что планируем сделать, потому что у нас сделано не все, как мы планировали с нашим дизайнером. Наконец-таки мы поставили зеркало. Оно нам очень нравится, супер классное. Давайте с вами начнем с нашей тумбы. И дальше уже продолжим по сантехнике. Тумбу я заказывала там же, где и всю нашу мебель. Ссылочку я вам оставлю ниже. Она легко очень открывается. Здесь у нас хранится белье. Мы так и хотели, мы не хотели делать какую-либо корзину для белья. Поэтому мы сделали специально такую вот полочку с доводчиком. Тумба очень красивая, стильная. Нам нравится. И такой же шкафчик. Мы также заказывали все в одном месте. Открывается он нажатие. Он до потолка. Тоже в цвет тумбы. Тумбу очень легко мыть. Если даже на столешнице остается вода, то она в принципе очень быстро... Ну, она не оставляет, в общем, не то, что очень быстро. Она не оставляет никаких следов. И это большой плюс. Поэтому ссылочку, где я заказывала мебель, все через Ирину, я вам оставлю ниже. Тумба нам обошлась 200... Если не ошибаюсь, 220-230 долларов. И сам вот этот шкафчик. Долларов 50-70, что-то там. Далее мы перейдем к нашей сантехнике. Мы хотели накладную ванну. Всю сантехнику мы покупали в одном магазине. В магазине сантехники, который находится по улице Теремирязева, 123-1. В павильоне 86-1. И павильон 44. У них два павильона. Они находятся в торговом центре Град. Умывальник у нас керамолюкс накладной. Его размеры 505-395 на 140. Он нам обошелся всего лишь 232 белорусских рубля. За такой умывальник это вообще супер недорогая цена. Перейдем к нашему смесителю. Мы брали высокий, чтобы, знаете, ну, понимаете сами, чаша накладная. Поэтому смеситель должен быть повыше, чтобы удобно было им пользоваться. Вот этот вот классный смеситель, он фирмы ГАП. Обошелся нам 327 белорусских рублей. Очень нам нравится. Классный, высокий. Смотрится очень стильно. Перейдем к нашему унитазу. У нас унитаз сам Рока. Он нам обошелся 552 белорусских рубля. Сиденье у нас тоже от Рока. Сама инсталляция, она у нас зашита. Она идил стандарт. Мы ее брали за 389 белорусских рублей. И вот такая у нас классная белая кнопочка. Они совершенно разные. Но нам по стилю подошла именно вот такая вот белая. Она там в районе 50-60 белорусских рублей. Далее мы с вами переходим к полотенцесушителю. Мы не хотели, чтобы он был супербольшой. Полотенцесушители, как вы знаете, есть совершенно разные по своему диаметру, по размеру. По цене наш полотенцесушитель обошелся 283 белорусских рублей. Смотрится хорошо. Мы, в принципе, довольны. Никаких нареканий и вопросов у нас нет. Переходим с вами к нашей душевой системе. Это вообще моя любовь. Душевая система ГАПА. Она с термостатом. Хром. Я хотела обязательно, чтобы у нас был тропический душ. И здесь он есть. Эта душевая система нам обошлась в 495 белорусских рублей. У нее очень классные переключатели. То есть, вам нужно, грубо говоря, покрутить ручку. И вся система работает на вот этой ручке. Если хотите воду холоднее вам надо или теплее, то крутите вот эту вот ручку. Очень удобная система. Ничего не торчит. Также этот краник складывается. И вы можете пользоваться уже системой выше. Либо брать душ в руку. Либо пользоваться уже тропическим душем. Как вам захочется. Как вам будет удобнее. Как вам там по настроению. Система легко моется. В принципе, вся сантехника у нас очень легко моется. Вот. И выглядит очень стильно и классно. Душевая система. И наш кран. Он одной фирмы. Я вам уже говорила, какой это фирма ГАПА. Ванна у нас акриловая. Она фирмы Сантехс. Фиджи. 170 на 75. Она нам обошлась 455 белорусских рублей. И сам каркас для ванны тоже Фиджи Сантехс. Он нам обошелся 165 белорусских рублей. Ванна, кстати, супер удобная. Я даже не ожидала. Вот этот классный скос. Очень удобно в ней лежать. Также она очень удобно моется. Мы не хотели какие-нибудь в ванне на вороты. Беленькая, акриловая, чистая ванна. Не прогибается. Ничего. Пользуемся уже ей около 4 месяцев. Никаких вопросов и нареканий у нас к ней нет. Здесь у нас лючок. И здесь у нас будет стоять декор. У нас здесь, возможно, будут какие-то свечи, цветочки. Мы еще это все выберем из дизайнера. В принципе, дальше чего нам не хватает. В ванне мы хотели бы не вот такую вот шторку, знаете, как была раньше. Да, вроде смотрится неплохо. Беленькая с нашим интерьером нормально. Но мы хотим сюда шторку именно стеклянную. Она уже будет более моднее, более гармонично смотреться в нашей ванной комнате. Поэтому нам не хватает вот такой вот шторки стеклянной. Далее мы хотим сюда подставку. Подставку под ёршик. Подставку под туалетную бумагу. Чтоб она у нас была на полу. То есть сейчас туалетная бумага у нас стоит здесь. Но это не суперудобно. Поэтому нам нужна подставка под туалетную бумагу и под ёршик. Далее у нас сейчас мы взяли хотя бы, чтобы что-то было. В принципе, в АМИ не задорого. Для мыла взяли вот такую вот для щёточек. В идеале, конечно, это бы всё обновить. Взять получше качество. И, возможно, взять бы это поинтереснее. Ну, это на будущее. Будем смотреть. И я хочу докупить ещё у нас полотенчиков. Чтобы было на смену и так далее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!